Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Санша, и сегодня мы продолжаем рубрику постройки и улучшения различных биомов. Что ж, поехали. Итак, сегодня у нас постройка биома под названием пещеры с озерами. Конечно, да, подводные, подземные озера у нас уже есть, но, ну... Ну, как бы, вот это вот очень трудно... Ну, вот это вот... Я не знаю, как это назвать, но это не озеро точно. Ладно, всё, хватит в виду, приступаем к ролику. Теперь нам появится немного расчистить данную территорию. Итак, вот мы более-менее здесь расчистили, и также в этом, в данном мини-биоме у нас будет немало растительности. Да, 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 плагиат Крифс и Клифс, да. Оно даже ещё не вышло. Ну, вот, кстати, я могу действительно это объяснить, так как Крифс и Клифс, фактически, ещё прям вот как релиз не вышло. Поэтому, ну, ко мне никаких претензий. Ладно, что ж, пол мы должны... На пол мы должны покидать немного травы. Так, давайте закинем сюда немного травы. В принципе, вы можете её в различных местах покидать. Так. Ну, и давайте... Ну, так, в общем, вы можете немного покидать. Итак, вот как это всё дело должно выглядеть. Далее нам понадобится немного древесины, дубовых брёвен. И самое обычное, если дубы. И мы должны построить деревья. Но не обычные, чтобы прям вот просто взять костную муку и вырастить. А именно такие, так сказать, небольшие. Так, то есть вот так. Давайте ещё вот таким вот образом сделаем. Вот здесь, кстати, вот в данном случае именно подошла больше всего именно древесина дуба. Так, сюда далее вы можете раскидать листву. Так, я вам рекомендую использовать именно дубовую древесину, так как... Ну, потому что мне кажется, что она здесь смотрится уместно. Ну, как-нибудь вот таким вот образом небольшое деревце. Так. И также ещё один вариант растительности. Это уже более странный вариант, но всё же я хочу вам показать. Это такие, так сказать... А... Я даже не знаю, как назвать это. Кусты на потолке. Ну, в общем, это вот такие вот растения, которые растут уже с потолка. То есть это тоже, так сказать, как кусты небольшие. Да, ну и, кстати, о кустах вы тоже можете просто вот такой вот сюда куст добавить. Раз, два, три. Три, три, четыре. Всё, наш куст готов. Так, далее. На это дерево вы также можете поместить, например, лозу. Так, хорошо, переходим далее. Также вы можете где-нибудь сюда раскидать... Листву. Так. Давайте вот здесь раскидаем. И вон там ещё немного. Хорошо, готово. Ну и давайте парочку кинем вот сюда. Такие пустые места. Раз и два. А дальше, в принципе, одной хватает. Нет, всё-таки, да. Вот таким вот образом. Так, хорошо. Теперь мы переходим вот сюда. Здесь у нас будет само наше небольшое озеро. Здесь мы выкапываем. Конечно, проще это будет делать, конечно, с динамитом, да. Я люблю всё взрывать. Давайте прямо сейчас возьмём динамит. Так, я сказал, динамит. Свершаем. Раз, два. Поджигаем. Берём огнево. Три. Так, блин, вот лишь бы тут ничего не разрушилось, а. Фуф, ничего не разрушилось. А в целом глубину озера я вам рекомендую делать не слишком... Ну, не слишком большую, так как слишком глубокое озеро будет не очень. Да, хотя, вы можете сделать глубокое озеро, так как... Также есть ещё один данный вариант биома. Это, так сказать, соединённые два таких биома, то есть... Что, например, была, так сказать... Подземная... Ну, как это назвать? Подземная река, что ли? То есть, как бы, подземная, так сказать... Я не знаю, как это назвать вообще. Ладно, всё. Итак, приступаем к оформлению дна. Для этого нам понадобится немного песка. На такое чувство делает даже какой-то небольшой... А, обычный мир. Под водой. И немного гравия. Так. И далее засыпаем здесь всё песком. И немного гравия добавляем. Итак, вот мы отстроили дно и также залезли сюда воды. Так, далее берём кувшинки. Затем нам также понадобится различная подводная растительность. Вы можете разместить весь морскую траву. Давайте, да, морскую траву здесь разместим. Также давайте водорослей. Так, вот кораллы не рекомендую, так как здесь это будет смотреться немножко неуместно. А вот просто водорослей, пожалуйста. Ну и далее немного кувшинок. Например, вот сюда одну, вот сюда и вот сюда. Так, затем нам снова пригодится немного лозы. И опять же листва. Ну и дубовые брёвна. Опять же сюда куда-нибудь дубовое брёвно. Так, далее окутываем его листвой. Ну и на стены развешиваем немного лозы. Так, ну и давайте ещё куда-нибудь вот сюда. Два вот сюда. Так, хорошо. И в принципе, ребят, наш биом готов. Вы также можете туда запустить рыб. И вот такая вот у нас пещера получилась. Если что, это не плагиат, как бы. Кейв Сан-Клифс, как я и сказал. Да, и также, если вы хотите сделать здесь освещение, то вы можете взять либо свет, поставить её сюда. А поверх вы можете разместить любой мёртвый коралл. И это будет смотреться так, будто бы это у вас какой-то необычный вид растений. Так, правда, конечно, на потолке его так не разместишь, а вот на полу, пожалуйста. Так, то есть это будто бы у вас какой-то экзотический светящийся цветок. Так, ну и затем давайте вот сюда. Так, давайте я даже прямо сейчас перейду в выживание. Так, то есть вот у вас здесь светло. И давайте прямо сейчас я пропишу. Слэш. Эффект. Так. И далее пишем. Клир. Вот у нас здесь есть источник освещения. Что ж, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, с вами был Санж. И до новых всем встреч. Субтитры подогнал «Симон»!